Турнир по хоккею Турнир по хоккею Наши сборные Именно в этот день было предложение с его стороны о том, чтобы сделать Кубок Губернатора по хоккею в течение марта месяца провести его Губернатор округа Игорь Викторович Кошин тут же согласился, и мы вкратце обсудили эту идею Было принято такое решение, и назначена дата с 13 по 15 марта. Ну и в настоящий момент мы уже заканчиваем подготовку к этому турниру. Практически все готово, и единственное, здесь сейчас только погода, и чтобы была возможность командам приехать к нам сюда на турнир. А команды к нам будут добираться опять с зимником, да, или как-то другим самолетом? В настоящий момент мы планируем приезда трех команд. Команда Луко и Укоми, которая будет добираться из Усинска по Зимнику. Команда Северная нефть, тоже из Усинска, она тоже будет добираться на автомобилях по Зимнику. И третья команда, которая к нам приезжает, это команда Башнефть-Полюс, самолет, будет из Уфы. Четвертая команда, которая будет принимать участие, это наша сборная Ниньского автономного округа совместно с хоккеистами Архангельской области. Алексей Борисович, вы сами, в частности, интересуетесь спортом. Как наша команда, наша сборная, как она сейчас готовится к этому турниру, и насколько значимы для них он? Ну, это первый серьезный турнир такого уровня, первый кубок губернатора. Команда готовится, естественно, но ребята очень переживают, так как были товарищеские встречи с командой «Северная нефть», и в Усинске она уже приезжала к нам буквально в феврале. Результат не очень хорош, ребята очень переживали, волновались. Поэтому, ну, выступили, я так думаю, не так, как хотели бы. Поэтому к этому турниру подход особенный, все стараются, чтобы наши хоккеисты были в наилучшей форме. А по поводу дальнейшей судьбы турнира, я думаю, что после турнира можно будет уже об этом говорить. Вероятно, этот турнир будет ежегодный. Возможно, что на этот турнир в следующем году будут приглашаться команды из других регионов. Было бы лучше, если бы команды северных регионов, или, может быть, не обязательно северных регионов, но посещали данный турнир. Чем больше команд, тем лучше. И это и опыт, и общение, и зрелищность, конечно, я думаю, будет на самом высоком уровне. Алексей Борисович, на Кубке губернатора всегда яркая какая-то программа. Очень зрелищная, действительно. И жители округа ждет какой-нибудь сюрприз? Может быть, будут какие-то известные гости, посетят наш город, и будет какое-то яркое шоу? Ну, есть такой небольшой сюрприз. Помимо того, что будет красивый, яркий, интересный и бескомпромиссный хоккей, я очень на это надеюсь, на открытии этого мероприятия выступят наши юные фигуристки и вокалистки. Это будет первый номер в субботу. В субботу у нас открытие. И в воскресенье по итогам турнира нас открывает нашу церемонию закрытия выступление Санкт-Петербургского государственного ледового театра. Будет четыре номера. Специально для этого приезжает команда. И я думаю, что это будет очень зрелищное, красивое шоу, которое порадует на закрытии всех наших гостей, ну и хоккеистов тоже. Алексей Борисович, после открытия ледового дворца хоккеи переживают заново какое-то развитие. Я лично общался с тренерами ледового дворца, и они делают большую ставку на юное поколение, так скажем, воспитанников. Нам чего ждать? Развитие детского хоккея округа ожидается какое-то? Финансирование их? И что мы можем в будущем ожидать, что будут принимать участие в всероссийских соревнованиях какие-то наши ребята? После открытия ледового дворца, конечно же, произошел всплеск массовости. Это новый вид спорта, интересный вид спорта. И помимо хоккея у нас есть отделение фигурного катания. Поэтому интерес очень большой не только у детей, но и у взрослых. У нас есть взрослые группы сформированные, которые занимаются хоккеем. Ну а, конечно, основное наше внимание, это детям, так как мы учреждение детское. Есть команды по разным возрастным группам, они активно тренируются, помимо тренировок участвуют в турнирах, стараются выезжать. Это и золотая шайба в разных регионах, это турниры Кубок губернатора есть в Архангельской области. Говорить о каких-то серьезных успехах пока рано, мы только в начале этого пути. Команды должны не только научиться играть в хоккей, но и приобрести какой-то соревновательный опыт, чтобы не бояться соперников. Это могут дать только выезды. У нас логистика сложная, нужно ездить. В основном это авиатранспорт. Это дорого и не очень просто, но тем не менее мы стараемся и возим. Особенно у нас турниры в февраль, март, месяц, апрель всегда есть. Поэтому об олимпийских чемпионах говорить пока рано, но все-таки мы надеемся, что и из города Наринмара будут хорошие игроки, которые будут представлять наш город на всероссийских соревнованиях и в командах топ-уровня со временем. А если немножко отстраниться о хоккее, вот секция фигурного катания. Есть какие-то перспективы развития? Может быть у нас не хватает немножко тренерского состава здесь для подготовки спортсменов? И вообще как активно идут дети на такие секции? Если хоккей это в основном для мальчиков, есть у нас и буквально несколько девочек, конечно, занимается, то фигурное катание это, естественно, в основном для девочек. Так, желающих очень много, результаты уже есть. Конечно, сложно пробиваться, сложно добираться до соревнований, но тем не менее наши воспитанницы все время выступают на открытиях, на каких-то праздниках 23 февраля, к 8 марта. Совместно с вокалистками нашего учреждения есть совместные номера. Но так как тренер по фигурному катанию у нас один, хотелось бы, чтобы их было два, чтобы когда тренер один выезжает, второй где-то совался, была какая-то помощь, взаимозаменяемость. Это вот единственное пожелание, но сложно пока. Пока вопросы необходимо прорабатывать и по жилью, и вообще приглашать до специалиста. Это с большой земли, у нас своих нет. Вы понимаете, нужно человеку собраться, уехать. Это такое серьезное решение в жизни, что-то своей поменять. Поэтому вопрос пока этот у нас остается открыт, но на будущее, конечно, хотели бы, чтобы был специалист второй по фигурному катанию. Алексей Борисович, еще последний вопрос. Вы регулярно проводите совещания со спонсорами, которые сейчас турнира Кубка губернатора будут. И сразу же еще вопрос дополнительно. Перспективы какие-то будут еще? Соревнования такого же плана в ближайшем будущем? Ледовая арена, она шикарная, может приглашать почаще гостей. И вообще крупные соревнования, какие планируется в ближайшее время проводить? Крупных мероприятий мы пока не планируем. Товарищеские встречи с приезжими командами, конечно, могут быть. Тот же Устинск к нам может приезжать, но это, опять же, вы понимаете, только зимник. Проще добираться. Кубок губернатора, я надеюсь, что это будет регулярное соревнование. Но сюда команды, как вы понимаете, могут приехать либо самолетом, либо же по зимнику. Команды Устинска, вот они к нам будут ездить и приедут. Любая команда из другого города, это 15-20 человек, авиатранспорт плюс гостиницы, плюс питание. Это приличные очень суммы на проведение данного мероприятия. И я думаю, что при поддержке нашей администрации, при поддержке спонсоров, такие турниры мы будем обязательно проводить. Может быть, будет на следующий год 6 или 8 команд. Я думаю, что это будет только на пользу и развитию хоккея. И мы ожидаем, что у нас будут полные трибуны на нашем мероприятии. Вход к нам будет свободный, может прийти каждый желающий. В течение трех дней я приглашаю, пользуясь случаем, всех наших жителей, всех гостей города. Приходите, посмотрите, поболейте за нашу сборную, поддержите их. Алексей Борисович, еще забыл уточнить один вопрос. Многие жители города спрашивают. Вот, к примеру, ночная хоккейная лига, наш регулярный чемпионат, который проходит по хоккею, многие не могут прийти посмотреть. Хотя зрителей стало больше на трибунах. А прийти, просто посмотреть, допустим, даже дома. Вы не планируете как-то развивать технологии, то есть установить две-три камеры, которые могли бы транслировать в интернет? Сейчас это доступно уже. Ну, чтобы можно было, не выходя из дома, так скажем, видеть то, как выступают наши друзья и спортсмены. Нам поступали такие предложения. Технически нужно посоветоваться, как это правильно сделать. Я думаю, что специалисты подскажут на будущее. Возможно, такое мы будем делать, организовать трансляции или хотя бы выкладывать уже отснятые ролики на нашем сайте, чтобы каждый мог посмотреть. Предложение хорошее. Если это будет востребовано, обязательно сделаем. Алексей Борисович, спасибо вам большое за интереснейшую беседу. Напомню, что с 13 по 15 марта в Ледовом дворце Труд будет проходить турнир на Кубок губернатора Ниньского автономного округа. Приходите, будет очень интересно. И напомню, что также этот турнир будет транслировать телеканал «Север» в прямом эфире. Все матчи оставайтесь с нами, занимайтесь спортом и будьте здоровы!